В Самарской области гнездится больше десятка видов хищных птиц. Численность некоторых из них, например, скопы, беркута или сапсана, исчисляется единицами и продолжает устойчиво падать. Причин тому несколько. Это и беспокойство человеком, и строительство линии электропередач, и даже вынужденное доминирование одного вида над другим. Но главная проблема для всех хищных пернатых одна – это общее уменьшение территории, пригодной для гнездования. Основная проблема – то, что леса Самарской области много раз пройдены рубками, то есть раза четыре прошел полный оборот. Полный оборот – это когда срубили, отросло, срубили, отросло, срубили, отросло. Этим занимается уже со времен графа Орлова, лет 200 примерно. И структура леса выровненная и омоложенная. Это то, что мы сейчас видим. Деревья в диаметре 20-30, очень редко 40 сантиметров, как спички стоящие. Соответственно, старых дуплистых деревьев практически нет. Деревья с развесистой кроной встречаются редко. И для орлов, у которых гнездо весит килограммов 200-300, очень трудно найти подходящее дерево. Они лимитированы просто наличием старых удобных деревьев. Решением этой проблемы в Самарской губернии занимаются уже несколько лет. Начиная с 2011 года в области действует ведомственная целевая программа по сохранению и восстановлению биоразнообразия и развитию системы особо охраняемых природных территорий Самарской области. В эту программу входит и под программу «Доступное жилье» для свободолюбивых пернатых. Самое главное направление – это обеспечение видов местами гнездовья. Поскольку кормовой базой они в основном обеспечены, но с влиянием человека многие места гнездовья исчезают. То есть шум, сами понимаете, и любая деятельность человека, она вызывает то, что виды, которые гнездились в том или ином месте, они эти свои привычные места гнездовья теряют, соответственно, плохо переживаются, и из-за этого численность снижается. И вот наша задача здесь – именно обеспечить их местами пригодными для гнездования, ну и, соответственно, для того, чтобы они увеличили свою численность. За последние годы выполнено строительство множества искусственных гнездовей для крупных хищников – орла на белохвоста и орла могильника. Их могучие гнезда достигают двух метров в диаметре. Гнезду должен быть удобный под лед, а дерево расположено так, чтобы птица могла видеть значительную часть своего охотничьего участка. Мировой и отечественный опыт показывает, что гнездовой вопрос может быть решен строительством платформ. В густой кроне деревьев устанавливается деревянный каркас, на котором ветками имитируется гнездо. За период реализации мероприятий установлено более 150 гнездовых платформ в Клявлинском, Исоклинском, Волжском, Ставропольском и Шигонском районах области. Выборочная проверка искусственных гнездовей показала заселение около 5% платформ, а у солнечных орлов в Клявлинском, Камышлинском и Исоклинском районах даже вывелись птенцы. Проблемы с жильем есть и у сов. Для гнездовей длиннохвостой неясыти, одной из самых крупных сов в фауне области, необходимы старые дуплистые деревья. Для ликвидации их недостатка губернские экологи построили несколько сотен дуплянок для ночных хищников. Строим большие дуплянки, это порядка 70 сантиметров высотой и 40 на 40 сантиметров такой ящик, очень похожий на собачью будку, но вот на дереве. Потому что длиннохвостый неяс в принципе не может найти дупло такого размера при достаточно большой плотности. То есть в принципе у нас через каждый километр может гнездиться в наших лесах длиннохвостая неясыть, грызунов достаточно. Длиннохвостая неясыть важна не только для экологов и орнитологов. Этот вид ценен тем, что потребляет в пищу огромное количество грызунов. Там, где высока плотность длиннохвостой неясыти, возможность сезонных вспышек численности полевки или других мышевидных грызунов сведена практически к нулю. Мы это доказали. Вот у нас есть площадки в Красноярском, в Кенельском районе, где мы просто сплошь заставляли лес через каждые 700 метров, через километр. У нас составилась дуплянка. И в 2010, например, году, когда, в 2009, когда были пики численности грызунов, вот там у нас было вообще колоссальное размножение длиннохвостой неясыти. Там до 4-5 птенцов в одном гнездовом ящике было. И там была очень низкая численность полевки. Он просто выедался. Отдельные виды птиц успешно борются не только с мышевидными вредителями полей. Мелкие соколы, такие как копчик или пустельга, помимо полевок, легко расправляются со стаями саранчи. Экологи уверяют, заселение птицами территорий возле пахотных земель действует лучше любой химической отравы. Пока, к сожалению, все наоборот. Фермеры продолжают опрыскивать поля пестицидами, от которых, в том числе, гибнет почти треть из десятков новых птенцов, выведенных с помощью искусственных гнезд. Например, в Финляндии это уже многолетняя культура. То есть там на всю, в общем, не сильно большую Финляндию стоит порядка 400 тысяч гнездовых ящиков для длиннохвостой неясыти. И там огромное заселение. Ну и, соответственно, там и бизнес подключился, общественность, общественные организации. Там часть бизнес-структур просто выпускает эти ящики в промышленных масштабах. Народ это дело развешивает. Ну, потому что это замечательно, когда весной приходишь, а оно там сидит, живет. Что он какой-то сонный? Да не, не, он притворяется. Он глаза сейчас будет закрывать. Притворяться пеньком. Нормально. Он мне глаза не выколит? Да нет, нет. Через маску-то точно не выколит. Там что-нибудь есть еще в ящике-то? Двое. Еще двое, да? Такие же, как и он? Такое-нибудь что-то в землю вжатые, ну живые. Не, ну они это, им командует, что малоопасность. Они ложатся. А такие же по возрасту, как те? Ну ладно, спускайся. В природоохранной биологии существует термин «флаговые виды». Это, например, бенгальский тигр, амурский леопард, панда и десятки других экзотических видов из диких уголков земли. Они олицетворяют собой охрану дикой природы. Орлы, соколы, совы – это флаговые виды для нашего сильно освоенного и преобразованного европейского континента. Сохраняя и восстанавливая места их обитания, мы сможем сохранить для потомков последние участки нерубленных лесов, непаханных степей и лугов. Ну, на самом деле, у нас там есть методик. КОНЕЦ